Друзья, всем привет! Меня зовут Артём Лысков, я актёр, режиссёр, тренер по актёрскому мастерству и кастинг-директор. Я нахожусь в Нью-Йорке, отсюда и работаю. Если вам интересно что-то про актёрское образование в США или в России, вообще смело задавайте вопросы под этим видео, я буду счастлив на них ответить, а также приходить заниматься у нас в студии Лысков Студио, которая находится в Нью-Йорке как раз. Очень много программ и очных, и онлайн. Пожалуйста, подписывайтесь в Инстаграм, следите за информацией. Я буду рад увидеть вас в числе моих учеников. Их уже больше, мне кажется, полутора тысячи человек. Круто! Ну что, на этом канале я, как кастинг-директор, отсматриваю ваши пробы, самопробы, не знаю, что вы там мне присылаете, визитки, и даю свой открытый комментарий. Это всё вживую, это всё так, как есть. Пожалуйста, получайте информацию из первых рук и смотрите, на что я, как кастинг-директор, обращаю внимание, это очень важно для того, чтобы самосовершенствоваться. Потому что если в вашем перформансе всё нравится, и вы считаете себя потрясающими артистами, то для вас профессия закончилась. Я вас поздравляю. Ну что, смотрим сегодня... Гусева Владимира, это видео-визитка. Так, давайте вот так. Видео-визитки я редко смотрю. В основном, скажу так, не смотрю. Ну, может быть, это неплохо с вами один раз её посмотреть, разобрать, вообще посмотреть, что такое видео-визитка. В США она не очень популярна, такого вообще формата нет. Мы пишем «Слейт», это 5-секундное видео перед началом, для того, чтобы увидеть, какой вы на самом деле актёр в жизни. А видео-визитки – это такая большая история, наверное, какая-то русская. Давайте посмотрим видео-визитку Гусева Владимира. Всем привет, меня зовут Гусев Владимир, мне 18 лет, мой рост 175 сантиметров. Я учусь в финансовом университете на специалитет рекламы и связи с общественностью. Я выбрал именно эту специальность, наверное, потому что она очень востребована, и потому что я чувствую, что там я смогу себя как-то... Сразу же у меня вопрос, если это соискание на актёрскую роль, то я бы не начинал с того, что вы не актёр. Нафига это надо? Вообще, вы думаете, какая информация поступает кастинг-директору, понимаете? Как бы кастинг-директор такой человек, который ищет профессионалов. Давайте так, я вам открою тайну. О, боже мой, это ваши пробы, это собеседование на работу. И, конечно же, мы ищем профессионалов, квалифицированных людей, с которыми нам надо будет минимально обучать на съёмочной площадке. Поэтому я ещё не знаю, какой опыт у Владимира, но вот я на 20-й секунде уже остановился, задумался, думаю, боже мой, если он учится на каких-то рекламе, а он вообще владеет профессией, то что я с ним буду делать? Он вообще нам нужен туда или не туда? Помните, что выбор человека делается очень быстро. И если у нас, например, очень много визиток, очень много кого нам нужно отсматривать, и если я увижу, что это не актёр, я скорее его промахну. Давайте слушать дальше. Творчески реализовать. В свободное время я играю на барабанах и хожу в спортзал. Мне очень нравится смотреть фильмы. И больше всего это мне нравится наблюдать за главными героями, за их мимикой, чувствами. Иногда подмечать для себя некоторые их недостатки, когда они переигрывают. Но больше всего мне нравится впечатляться моментом, когда ты видишь то, что актёр — это уже главный герой. Когда он полностью вжился в роль, и это слияние, это уже один человек. Мне бы очень хотелось испытать этот момент на себе. Пока что я... Смотрите, какой момент. Вот это очень важно. Я понимаю, я сейчас прочитал, что это актёрское агентство народных артистов. Народных артистов имеется в виду, что они, как народный театр раньше называлось, люди без образования, которые работают на какой-нибудь работе, а после решают для души поиграть. Ой, так. Что меня... Скажем так. Окей. Если это как бы агентство непрофессионалов, и об этом сразу говорят. Если я ищу... Например, мы ищем непрофессионалов, то окей. То я, окей, приму эту визитку, давай посмотрим, покажу режиссёру. Если он попадает в типаж, но вдруг такое бывает, что режиссёр, не знаю, хочет работать с непрофессионалами. Хотя я таких режиссёров мало встречал в своей жизни, особенно когда... Как я в актёрской карьере, и в кастинг-директоровской, так уж точно. В основном все хотят как раз профессионалов. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, то есть, как бы на соискании профессиональных ролей таких я бы эту визитку не отправлял. Потому что она меня сразу сбивает. Она мне сразу... Понимаете, она мне даёт сразу в голову информацию, то, что он непрофессионал. Блин, и это очень плохо. Потому что... Потому что он не обучен. Вот это плохо. Хотя я ничего про него не знаю. Вот понимаете, вот в чём парадокс. Он может быть после этой визитки... Там у него, не знаю, 25 шикарных проб. Он будет играть лучше, чем любой актёр тренированный. Но вот эта визитка, она уже забивает первый гвоздь, чтобы его не взять. То, что он сразу же сначала говорит, что он непрофессионал. Если у него есть опыт какой-то, то я бы начинал с этого опыта. Если у него опыта никакого нет, но он, например, визитка делается специально для того, чтобы, например, сказали, окей, мы ищем актёров без опыта, и, пожалуй, запишите визитку. Я бы тогда не педалировал то, чего не имеет отношения к актёрской профессии, а наоборот бы спросил ему, почему. Ну, он же соискается на эту роль, да? То есть он как бы... Он хочет, чтобы его взяли. Я бы тогда его спросил, почему ты хочешь там? Почему тебе хочется в кино? Чего тебе? Потому что он сейчас рассказывает про каких-то артистов, которые там вживаются в роль. Ну, как бы это всё такое. Приятность, ну, как бы она не имеет никакого отношения к нему. Если бы он там сказал, я там всю жизнь мечтал, я вообще мечтаю, я вот так, я стремлюсь, я вот пока ещё не учился, но я вообще, я там каждый фильм смотрю и проигрываю за него там всё. Я фантазирую, я не к тому, что так надо говорить. Но просто вы должны понимать, что каждое выпущенное слово из вашего рта влияет, и это имеет значение. Не до конца решил... Хороший парень, вижу, что он такой хороший, то есть он такой фактурный, то есть... Да, ну вот тут всё зависит уже от режиссёра. В будущем, но то, что я решил для себя, так это то, что я хочу показать себя миру. То, что открыться... Показать, как себя показать? Ну да показывай, хочешь себя показать. Просто, чтобы все увидели меня, какой я есть. Мне многие говорили то, что у меня довольно богатый внутренний мир. Я бы, правда, очень хотел с этим согласиться, и я верю в это. И ещё я верю в то, что через роли я смогу действительно это показать. Ну такая хорошая визитка, знаете, для кого? Для поступления в театральный вуз. Вот, например, если бы я набирал, я бы сказал там, ребята, я хочу с вами заранее познакомиться, запишите мне визитки, расскажите о себе, расскажите о своём опыте, где вы там сейчас учитесь или учились, что вам нравится, что вам не нравится, что вы хотите, какие перспективы, расскажите о своём внутреннем мире, кто вы, какие, каким вас видят, каким вы видите вы себя. Тогда да. Как бы на соискании роли... Нет, не знаю. Ну давайте так, давайте честно. Редко когда ищут непрофессионалов. Редко. В основном все непрофессионалы скрывают то, что они непрофессионалы. И я на самом деле предлагаю вам то же самое сделать. Я вам предлагаю всё, что не связано с профессией, скрыть на последний, на последний, на последний, на последний шаг. Или там вообще для интервью, когда вы уже сниметесь в каком-нибудь кино, и вас там будут спрашивать, вы так хорошо играете, а как вы учились, а вы такие говорите, опа, а я нигде не учился, я вообще из строительного института, и вообще я, не знаю, маляр штукатур. А вот так круто, вот так природа. Это прекрасная история для газеты, но это вот журналисты подходят, и потом из этого сделают прекрасный материал. Для кастин-директора не надо. Кастин-директор ищет, ищет мэтчинг, ищет попадание. Вот такие дела. Вот сегодня визитка. Сегодня визитка. Гуфев Владимир. Хороший парень, желаю тебе вообще удачи, чтобы ты четко понимал, что ты хочешь, куда ты хочешь развиваться. Записывал что-нибудь профессионально, я вижу, что ты фактурный, я вижу, что у тебя хорошие глаза. Я бы чего-нибудь более профессионально записал, более профессионально. Показал бы себя в каком-то деле, попробовал бы что-то. А если, например, ничего не умеешь, такое тоже бывает, нормально, то пошел бы учиться, пошел бы заниматься. А в актерское агентство уже бы потом уже двигался. Потом, 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 дальше. Вот. Такие дела на сегодня. Ребята, спасибо большое. Занимайтесь собой, развивайте свою личность. Как мы говорим у нас в студии в Нью-Йорке, welcome to yourself, добро пошелось к себе. Идите от себя. Помните, что вы центр, и вы отдаете энергию наружу, а не наоборот. Вы отдаете. Когда вы отдаете, за вами интересно наблюдать. Вот это такой микропрофессиональный секрет. Пожалуйста, пользуйтесь. На здоровье. Буду только счастлив, если вы его возьмете на вооружение. Это образовательное видео. Пожалуйста, напишите, чему вы научились сегодня. Это очень важно. В первую очередь для вас. Во вторую очередь для того, чтобы это видео набирало просмотры и стало кому-то полезным. Может быть, после этого видео вы будете более внимательно продумывать, что вы хотите сказать в визитке, и какое впечатление это произведет на кассе директора. Пока-пока.